Ребята, здравствуйте, с вами Алексей. Добро пожаловать на мое новенькое видео по игре City Car Driving. Сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на очередной приватный мод для вышеупомянутой игры. И это, знаете, на самом деле можно сказать, что так или иначе тематика канала. То есть это, ну, мелко-тоннажная техника, даже не знаю, как это назвать, фургоны. В общем-то, в принципе, это на самом деле то, что хотелось бы увидеть в Евротраке. То есть не только огромные грузовики, но и вот такие маленькие грузовики для местной перевозки. Сегодня у нас с вами, друзья, Fiat Ducato. В общем-то, ссылку на этот мод, на автора я оставлю в описании. Цена там, в принципе, недорогая. Так что, в принципе, ну, наверное, любой любитель подобного рода техники может себе эту машинку позволить. Зацепил я к ней прицеп. В принципе, я считаю, что прям, ну, можно сюда зацепить прицеп, посмотреть, как это все работает. Вообще, в легковых автомобилях мы прицеп не цепляем на обзорах. Ну, как бы просто-напросто смысла нет. Да и курс учеб там прицеп нацеплять, господи. Посмотрим, как это все работает, как это вообще все вместе синхронизировано. Также у модели есть несколько экстер. Они не какие-то сверх прям естественные. Просто есть там некий, по-моему, Black Edition. Там меняется цвет салона, тонировка. Без номеров там, по-моему, есть. Ну, в общем, скриншоты вы сейчас эти видели на своих экранах. У нас же в обзоре будет полностью стоковая модель. По салону, друзья, давайте поглядим. Ну, здесь салон, естественно, все в 3D. Все хорошо, все здорово, классно. Такая интересная здесь, на самом деле, текстура обивки. Такая персиковая или даже не знаю, какая-то коричневая. Прям как на BMW, на какой-нибудь здорово очень выглядит. То есть вот эти все текстуры. Все это можно поменять там на классические черные цвета. То есть, в принципе, если вам лакшери не нравится, то окей. Далее, по месту водителя, естественно, у нас это все дело на руле. Все это работает. Здесь у нас механическая коробка передач. Но можно выбрать и автомат, что я, соответственно, и сделал. И плюс ко всему, здесь также у нас есть ABS. То есть, чтобы мы с вами не скользили. Итак, давайте, наверное, сразу проверим дождь. То есть, вот тут у меня прям есть консольные команды, чтобы не перезапускать это все по 20 раз. Это прям действительно очень круто и здорово. Так, давайте, наверное, сразу еще движочек запустим. Блин, а вот что за фигня? Вот у меня с тем же модом было то же самое. У меня один мод стоит. Вот только он. Больше у меня модов никаких нет. И опять у меня получается такая же руна, которая с оптимой была. То есть, ну реально, у меня... Я общался с автором, как бы у нас был разговор на эту тему, что возможно, говорят, у тебя мод какой-то старый стоит. Но я полностью переустановил игру. Ни на какие моды я не подписан в воркшопе. И вот опять у меня вот эта ерунда с дворниками. Я не знаю, что это такое. То есть, как бы, блин. По факту-то они работают. То есть, все это, естественно, анимировано. Также и снаружи. Кстати, снаружи дворники не анимированы. Ну, не знаю. Ладно, окей. Минус анимация просто тупо. Но опять это у меня повторяется. Я не знаю, с чем это связано. То есть, никаких модов у меня нет. Очень странно. Реально, очень странно. Так, давайте мы сделаем клир. Чтобы, собственно, у нас это все было чистенько. Ну и, соответственно, давайте мы с вами, наверное, сделаем еще и найт. Для того, чтобы посмотреть, как у нас вообще вся подсветочка работает. Габаритики. И, соответственно, ближний свет фар. И тут у нас подключается дальний. Опять же, наверное, какая-то, скорее всего, проблема именно сити-кар-драйвинга. То есть, мы видим, да, то, что там, где у нас холодная, горячая печка, обдув температуру, где выбирается, у нас мерцают текстуры. Примерно то же самое у нас есть на панели приборов. То есть, опять же, то есть, это либо косяк игры, либо у меня опять что-то не так. Ну, не знаю, других модов у меня просто, ребят, напросто нет. И смысл мне вам врать и что-то придумывать здесь сидеть. Так, давайте мы теперь с вами включим обратно день. Немножко, наверное, прокатимся. У меня автомат. Кстати, когда я на Optima-то делал обзор, я там, походу, реально на третьей передаче просто ехал. И, скорее всего, она у меня никуда не ехала. Но, благо, хорошо, что здесь все это у нас отображается. Управление я перенастроил. Кстати, здесь есть задняя камера. То есть, вот она у нас включается здесь. То есть, зеркала у нас как бы нет здесь по дефолту. Вообще, мне сказали, что если в модели, да, в моде нет зеркала заднего вида, то это значит, что, скорее всего, здесь есть камера заднего вида. То есть, ну, типа, взаимозаменяемость вот такую здесь интересную придумали мододелы. Ну, окей, пусть оно будет так. Так, друзья, давайте мы с вами попробуем, наверное, что. Может быть, ну, груз, естественно, у нас будет цепляться. То есть, наша задача не проверить, грузится ли сюда груз. Потому что прицеп-то, по сути, у нас дефолтный. Наша задача проверить, будет ли садиться сюда пассажир. То есть, нам вот это нужно будет посмотреть. В первую очередь. Так, нам 2 километра до заказа. Ух ты, а он нормально так тулит, я вам хочу сказать. Фиатик-то неплох. Неплохо. Соточку мы там уже с вами взяли. Трафик я не стал ставить специально. Ну, чтобы они нам просто не мешались в разгонах и прочем. Если вас-то как-то напрягает, пишите в комментариях. Я самый минимальный просто реально трафик верну. Ну, как бы, город, да, смотрится, конечно, пустым. Немножко это некрасиво. Ну, в принципе, в Евротраке, чтобы трафик не мешался, я его убрал. И вообще без каких-либо проблем все у нас там работает. Не, ну он неплох. Прям вот он так разгоняется прилично. Прям такой коммерческий транспорт. Ну, не хватало. Лично мне вот что-то подобного не хватало. Я прям давно-давно ждал, что появится какой-нибудь фургончик, там, венчик какой-нибудь. Чтобы можно было на нем поездить, там, грузы поперелозить и т.д. и т.п. Это прикольно. То есть, легковушки, конечно, круто, да, но вот такие венчики. Еще и прям по нашу тематику канала. Бесочка у нас трябещит. Это, то есть, прям, ну, вообще кайф, я считаю, просто. Кстати, ребят, в Стиме появились скрытые достижения сити-кар-драйвинга. То есть, через сайт SteamDB можно их посмотреть. Они у нас связаны с Канадой. То есть, скорее всего, в одном из будущих обновлений, может быть, скорее всего, в октябрьском, наверное, в конце месяца, добавят канадские правила. То есть, как вы знаете, здесь есть правила американские, еще там какие-то, европейские. И, в общем-то, скорее всего, добавят еще канадские правила дорожного движения. То есть, вот прям, ну, круто, что я могу сказать. Так, здесь мы с вами уходим налево. Ну, поворотничек здесь, естественно, все это работает. Что касаемо, как бы, анимации. Здесь в сити-кар-драйвинге всегда все хорошо. Не, ну, как он разгоняется, прям, блин. Это очень здорово. На красный проезжаем. В принципе, наша задача пока что только доехать до пассажира. Так, это у нас мужик уже стоит. Отлично. А то все женщины да женщины. Слушай, ну, ты сядешь, нет? Я же вроде и так под тебя подъехал уже. Блин, я не знаю, как надо так подъехать близко, чтобы он... Или я просто габаритов пока не чувствую. Так, ну-ка. Ну, прям вот максимально близко, я не знаю. Так, сел. Отлично. То есть, он к нам в автомобиль упал. Супер. Просто супер. Так, ну и здесь, в принципе, мы можем развернуться. Ехать нам всего лишь 900 метров. Я думаю, эту поездку он запомнит надолго. Почему-то на резкие ускорения пассажиры не реагируют. А вот на резкие торможения, то есть я просто вот чуть-чуть плавно-плавно-плавно давлю. Ну, вроде как-то, да, более-менее что-то как бы... Вот, опять. А, ну это красный свет. То есть, он прям стукнешь по тормозу, вот так, и все. И он сразу реагирует уже на то, что... Чувак, ты меня что-то плохо-плохо очень сильно плохо везешь. Ну, сейчас еще на красный. Ох, ешкин дрын. Ну, все, он, конечно, захотел уже выйти. В общем, ребятки, что я вам хочу сказать. Единственное, что мы с вами не проверили, как это все выглядит снаружи ночью, как это светится. Давайте мы с вами включим ночь. Включим камеру. Ну, к примеру, блин, я не знаю, тут какие-то такие кинематографичные камеры. Габаритики, ближние и, соответственно, дальний свет вар. То есть, аварийка, поворотники, все это у нас здесь работает. У нас тапачки, соответственно. Ну, и ручник, как бы это понятно, что он у нас никоим образом не будет подсвечиваться. Габарит у нас работает так, подсветка номера тоже работает. Ну, что, друзья, вот такой вот у нас получился обзор сегодня на фиатик этот замечательный. В общем, на самом деле мод мне понравился, прям я могу его рекомендовать, потому что это, блин, тематика канала, ребят. Редко-редко, когда в SSD выходят подобного рода моды, и еще и можно с прицепом покататься, поперевозить грузы. Но это действительно круто. И смотрится машинка в игре так, будто бы она здесь должна была быть изначально. Так что, ребят, определенно. С вас лайк, комментарий по поводу того, какой бы вы мод хотели увидеть в дальнейшем на обзоре. Обязательно подписывайтесь на канал, дабы не пропускать новые обзоры модов для игры CityCardRamik. Ну, и все, друзья, с вами был Алексей. Желаю вам всем хорошего настроения, всем огромной удачи и пока. И еще увидимся.